Здравствуйте, меня зовут Антон и я администратор 3ginfo.ru На канале, где вы сейчас смотрите данный видеоролик, уже вышли видео про разблокировку BeelineTab, его обзор, HardReset И настало время экранизировать статью нашего товарища из UnlockLab.ru, Декера Как теперь рутануть этот самый BeelineTab 2 и вдобавок установить на него CVM Recovery По старой доброй традиции, которая у нас пошла с видеоролика про рутование третьего логина от Megafon Просто-напросто открываем его статью и делаем все в точности по инструкции Ну что ж, меньше слов больше дела, планшет лежит, кабель microUSB найден, компьютер работает хорошо Поехали Скачиваем архив и распаковываем в отдельную папку Это дело у нас уже все скачено, поэтому считаем, что выполнили Далее перечисляется список того, что здесь находится, но я уже все проверил Далее запускаем FlashTool И указываем путь к скейтер файлу, который находится в этой же папке Далее ставим галочку на recovery и указываем путь к этому самому файлу recovery Что такое recovery вообще? Давайте я вам покажу его, чтобы вы заметили разницу и убедились, прошился он у вас или нет Чтобы увидеть стоковое recovery нам достаточно выключить планшет После этого зажать кнопку включения и кнопку увеличения громкости Когда планшет подал какие-то признаки жизни, то кнопку включения можно отпустить И держать только кнопку увеличения громкости И вот мы видим родное 3E recovery Которое малофункционально, сейчас мы будем его модернизировать Recovery посмотрели, теперь мы указываем путь к нашему recovery by Decker Если по каким-то причинам вы хотите вернуться к стандартному 3E То можете таким же образом прошить original recovery и нести его смело обратно в сервис Далее нажимаем на кнопочку download и программа перейдет в режим ожидания устройства Далее что нам нужно сделать Снова выключить наш планшет Признаком выключения планшета, как я понимаю, считается вибрация, которая происходит уже после того, как экран погас И потом берем Просто-напросто подключаем его к компьютеру Компьютер успешно прошил recovery, о чем мы видим сообщение об этой успешной прошивке Больше нам сюда возвращаться не стоит Но есть одно но Так как я на компьютере уже не раз работал с MTK-устройствами Например, недавно на этом же компьютере снимался ролик про рут телефона Beeline Smart 3 И у меня уже стоят драйвера У вас их может не быть Поэтому В архиве лежат они Их достаточно распаковать И при первом подключении Через диспетчер устройств их нужно установить Я думаю, раз вы решили поставить рут Вы уверенно владеете компьютером И в состоянии поставить драйвера через диспетчер устройств Поэтому это мы чуть-чуть опустим И вот, recovery у нас прошит Теперь нам нужно установить рут Но на самом деле довольно легко Но перед этим нам нужно скинуть на SD карточку Файлик KitKat SuperSum 2.0 Он лежит также в архиве Давайте это сделаем следующим способом Зайдем уже в новое recovery Далее Recovery позволяет смонтировать флешку Не загружая систему Поэтому выбираем Mount USB Storage Снова подключаемся к кабелям У меня KitKat SuperSum Уже лежит Еще со времен Установки рут На Smart 3 в принципе они идентичны Поэтому скинули И далее опять возвращаемся к планшету Сделаем еще одну важную вещь Получение рута подразумевает собой Что вы будете выполнять какие-то веселые действия Которые могут привести к непоправимому А именно Планшет перестанет загружаться И я вам рекомендую Перед установкой RootPraft Сделать бэкап всей системы Не поленитесь Потому что потом Можно будет легко восстановиться И вернуть все как было Для того чтобы сделать резервную копию Мы заходим в раздел Backup & Restore И выбираем Backup Сейчас на нашу карту памяти Пошел делаться образ Все системы Которые можно потом С легкостью восстановить Через меню restore Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вот мы видим что Бэкап успешно сделан И теперь мы можем приступать к нашим веселым делишкам А именно Возвращаемся на уровень выше Выбираем Install Zip Выбираем Choose Zip from SD-Card Кстати, сенсорный экран работает Но чуть-чуть странновато, туда еще надо попасть Выбираем наш KitKat SuperSU Устанавливаем это дело Установили И теперь просто перезагружаем устройство При запросе FixRoot выбираем это дело И планшет отправляется в перезагрузку Нам остается только проверить получение этих рут-прав И сейчас мы это сделаем после того, как планшет загрузится И вот мы видим, что планшет загрузился Ничего страшного не произошло Поэтому давайте сходим в Market И установим какой-нибудь рут-чекер Все у нас поставилось Теперь остается только проверить Даем разрешение Мы видим, что они предоставлены И видим, что рут-до-вступ есть Найден, все найдено, все работает Поэтому надеюсь, что данная инструкция для вас была полезной Заходите на 3G-Info Между прочим, планшет уже разблокирован Он работает с сетью МТС И мы можем сделать вам так же Приходите на Decker.su Там тоже много полезного в мире таких устройств Будем рады видеть вас в рядах наших клиентов У нас с вами был Антон Один из администраторов 3G-Info.ru Пока